плохо видно да вообще ничего не видно что это за беспредел попробуй рассмотри что он там делает в позе пьющей лани да уж что тут за углы настроили двери на закрывали да вообще ничего не видно ничего не видно любопытки то мои все и страдались мы пришли поближе где неровно что неровно будет кривовато когда человек подходит с лазерным уровнем тебя проверять ну вот даже по балке видно здесь друзья всем привет у нас второй день погоды нормальный я вот вчера успел за день накрыть крышу так получилось в принципе неплохо я думал будет хуже равнял вот по этой стороне по этой стороне ровнял и ровнял вот по это и наверно не видно ну короче вот это ровно это а вот здесь я начал уже немного закосив специально чтобы у меня там вышло более-менее ну тоже нам не видно ну короче здесь здесь два сантиметра в общем закосил я буквально и вот так вот шел-шел-шел здесь железо у меня вышло даже можно сказать и отлично вот она обрезана одинаково и здесь у меня даже получилось что все четко ну вот здесь я в двух местах немного конечно его подвинул вот здесь вот видно наверное да да вот здесь я выдвинул и там еще выдвинул чтобы меня по 8 сантиметров здесь вот скат это сохранялся вынос вот ну все очень нормально так получилось быстренько вот так я покажу не знаю видно нет даже ровненько все сейчас от низы заделывать начал сейчас покажу с той стороны так немного похвастаюсь не могу пройти мимо я оборвал листья на всем винограде чтобы он проветривался вот ладно так значит чего у нас здесь с этой стороны вот я попробую показать не знаю видно будет вот тут все ровненько все нормалды так все короче а ну вот отсюда еще покажу что тут вот так все получилось так в общем начал вот этот у я не заделывать вот такие куски у меня есть но я покажу там из чего делаю чуть позже у гаража все валяется так вот забиваю я их в землю на 15 сантиметров вот до уровня вот этой перекладины вот до уровня перекладины здесь я буду крепить на саморез вот стыкую я в волну вот так вот не красиво конечно железо ну стрёмненькое да зато бесплатно она у меня есть девать его приспособить его мне некуда все равно кроме вот таких вот каких-то не ответственных мест и она толстая земле не быстро сгниет в общем забивают землю это конечно защита больше там от собака от лис куни цахарёк сюда пролезет хотя нет не пролезет я здесь сюда доску прибью дюймов вот так вот положу ее сверху зафиксирую как-то да и все ничего не никто здесь не пролезет ну ладно в принципе здесь это не страшно здесь плане планируется индейка так что тут ее еще попробуй победи как говорится а может быть будет и утка следующем году не знаю но в общем в любом случае летний загон от хищников никто не застрахован если хищник умный серьезный он подкопает вот но пока так а когда-нибудь здесь скорее всего я надеюсь что будет бетонная стяжка вот посмотрим посмотрим так вот сюда вот не знаю короче говоря у меня есть имитация бруса лежит место занимает но забивать вот эту стенку имитации бруса дорогущим я конечно наверное не знаю не знаю в общем подумаю самый оптимальный наверное вариант сюда купить такое же железо здесь нужно 6 листов сколько он там сейчас стоит 500 рублей внутри тысячи равно надо отдать блин не знаю в общем посмотрим так и вверху вот здесь вот эти вот ниши я наверное закрою поликарбонатом в один слой лучше в два слоя если будет возможность с этой торцевой стенки я пока не решил либо на глухую на на глухую забью кусками железа у меня есть либо тоже поликарбонат наверно все-таки железом потому что поликарбонат тут и во первых нет его покупать надо так но здесь что не придумаем тоже калитку сделаем эту стенку закроем и я хочу еще использовать вот эти вот три метра их сеткой отгородить придется вот этим виноградом наверное пожертвовать или оставлю его посмотрим затянуть сеткой это будет как бы такой кусочек открытого выгула чтобы вот отсюда можно было двери старая из этого открывать птицы она выходила бы на солнышке погрелась погреться вот но это планы посмотрим они у нас постоянно меняются пока вот так пока вот закрываем низы все в общем без дождя второй день мы полным ходом работаем так вот у меня один лист есть такой я надеюсь что его хватит чтобы прикрыть все снизу и вот эти вот куски в общем буду так вот набирать их скручивать между собой и закрывать ими низ надеюсь что хватит если не хватит у меня еще есть вариант для стороны которая у которой дыра снизу поменьше меня вот здесь вот есть металлические полосы такие без дела вот я их могу использовать здесь вообще такой уголок но все нужно все в дело уходит рано или поздно какие-то кусочки куда-то привариваются сдать металлолом конечно можно но потом покупать стоит металл нынче очень дорого поэтому по ничего себе вот это находка я и забыл что у меня тут еще есть обрезки такого железа вот как полезно снимать иногда все что не по пути как говорится все отлично я счастлив это было очень громко очень ребенок оглох ну что вы что вы делаете ну ты уж там почти все на разоградил да иди посмотри хожу посмотрю так ураган то не начинается реально а то у меня девочка бегает орет ураган начинается понял вода не чувствует я прям кофту натянула так что да и шорты в стирку сразу же положил больше лет уже не будет правда не знаю кто знает пойду шубу стряхну надеяться на лето в сентябре да еще не может так все давайте извините посмотрим сейчас на сашин загон смотрите к землю сюда возил так ага вот что он с тачкой туда-сюда маячил так вот так он зашил а это такая рухлядь из того что он это делает это теле стык и вы кривейшие у нас болтались туда-сюда по участку из одной говнокучи в другую но я вот вам не навру на лет пять уже откуда хоть они взялись таким шагом на самом деле даже из них помочь и не строили откуда они непонятно ну вот вот так вот все как дочь и сказала папочка но сверху же а ты оставил дырочки до дырочки пока сверху видите остались так что там любопытки смотрите-ка смотрят любопытки но ему же в нашем загоне в этом не бывать этот загон на следующую на следующий сезон на следующую весну будет использоваться а сейчас сюда я думаю сашка сложит то что можно сложить под открытое небо немножечко расчистим гараж потому что ну там совсем уже не продохнуться ну класс слушайте вот вы знаете у всех нормальных людей сначала строится баня там беседка какая-то зона отдыха у нас нет у нас нет ни беседки не бани никакой зоны отдыха единственная зона отдыха это качель без крыши все зато вот такие вот навесики вот чтобы стоило посмотреть как этот мангальчик можно да и качельку бы под крышу и вот но нет у нас нет нет у нас стремления культурно отдыхать есть только стремление культурно вкалывать так мы продолжаем значит что мы сделали закрыли низы вот этим вот гофрированным листом миллиметровым вот так вот мы обрезали в общем выбрали то что можно было использовать из этого металлолома установили вертикально и вот эту сторону установил горизонтально так как были узкие полоски значит такого листа в общем прям вот тютелька в тютелька они сюда подошли сейчас той стороны покажу вот так вот закрылась все это дело думаю что вот эту сторону я попытаюсь закрыть поликарбонатом будет и светло как бы да и дуть не будет верхний этот сегмент наращу тоже наверное из поликарбоната сделаю ну или посмотрю какие-то куски железа если у меня есть то их использую в общем буду делать из того что имеется в наличии так сейчас мы значит завариваем развариваем вот эту вот стенку торцевую сделаем широкую калитку где-то метр чтобы если что-то можно было занести что-то такое там клетку какую-то или еще что-то габаритное чтобы удобно было чистить на тачке заехать и так далее вот здесь мы немножко спланировали как бы я выровнял в горизонт ну не по не по лазеру как бы так визуально ямки подсыпал привез сюда где-то наверно сколько четыре или пять тележек грунта грунтом подсыпал но если в будущем разбогатеем сделаем песчаную подсыпку и стяжку здесь зальем или временное решение подсыплю песочка выровняю и положу кусок линолеума бы бы уж ново если найду ну в общем вот так все сейчас от развариваем калитку и позже включусь давайте я расскажу как я говорю последнее время калитки там всякого рода ворота двери и так далее без использования сварочного стола прям на месте вот в данном варианте у меня значит тут какая ситуация здесь ситуация такая что вот этот стол к которому я привариваю калитку у меня немного завален вот сюда то есть вот если по уровню смотреть а внизу 4 миллиметра где-то но меньше пяти ну чуть-чуть как бы да но есть вот вот в этом конкретном случае я смотрите как поступил я просто-напросто взял автомобильные петли у меня были вот акценты от фунда и акцент с предыдущей работы общем вот эти петли значит я приварил вот к этой вот вертикальной профили не очень я поставил профиль до отмерил расстояние от столба то есть по факту варил не по уровню а вот по вот этому расстоянию здесь отмерил и такое же здесь отмерил приварив приварил петли знать что к этому профилю вот к этому профилю и к этой вертикальной профили не значит так назовем да вот все вот это вот у меня готова значит часть калитки дальше я отрезал одинакового размера вот эти горизонтальные элементы причем вот этот вот кусок это часть от 6 метров ки дать со стенкой полтора миллиметра а вот это я нашел у себя от теплицы там миллиметра наверно не будет в общем еле-еле я присопливил прожег здесь в одном месте ну не в одном просто везде заварил а вот здесь не заварил как бы дырк очень тонкий материал но здесь мне все равно как бы да он особый тут нагрузки никакой не несет вот в общем одинакового размера вот эту вот горизонтальную год это горизонтальный элемент этот горизонтальный элемент мы имеем да далее значит я их положил просто вот сюда и вот здесь вот ее придержал выставил вот эту вертикаль ну понятно да вот чтобы она в упор была плотно вот и ее прихватил вот здесь вот прям на точке ну наверно смотри видно будет нет только внизу если ты рукой закроешь будет видно что закрыть вот так небо кусок закрыть вот . то нету показываешь это капитальная вот на точку прихватил ее да и снизу также вот то есть это временное такое укрепление все мы получили вторую вертикальную сторону нашей калитки понятно да вот и дальше я просто напросто вот сюда положил рейку положил вот этот горизонтальный этот горизонтальный элемент его обварил то же самое вот здесь рейку вложил они здесь я просто на глаз сделал я здесь рейку даже не вкладывал на глаз ее здесь сделал до обварил опять тонкой очень плохо получилось но не суть вот и все значит калитка у нас как бы вот она обозначилась и далее нам нужно будет вот эту вот вертикаль сделать да куда вот я тоже вложил рейку сюда вложил рейку получить сначала вниз потом вверх прихватил обварил прихватил обварил все в принципе вот у нас готова калитка да с нужными нам зазорами сверху снизу сбоку с этого бока дальше все что нам нужно сделать это отряда 10 болгаркой пропилить здесь пропилить я даже здесь вот не прихватывал сваркой то есть я просто пропилю в четырех местах открою калитку уберу лишнее здесь обтачу болгаркой здесь просто отобью молотком и все и будет у нас эта калитка открываться закрываться как положено ничего нигде не поведет она у нас в плоскости никаких там винтов ничего не будет это гораздо надежнее чем варить сначала на столе потом сюда вставлять окажется здесь больше здесь меньше ну короче это геморрой я вот так вот сейчас делаю прям по месту варю вот если у вас не как у меня ситуация а вам нужно определенный значит проем до сделать и у вас все по уровню вы выставляете горизонтали по уровню вертикали по уровню отмеряете необходимый проем и тот же самый смысл с помощью подкладок выставляете необходимый зазор в вариваете вот так же вот как я вам показал на прихватках варивали варите саму калитку там не можете усилители какие-то тут будут дополнительно укосина неважно приваривайте сразу петли только петли приварить это с зазором чтобы они у вас открывали свободно но петли варить там отдельная история если вы варите вы знаете как правильно варить автомобильный вообще элементарно вот они вот и все и дальше прорезаете вот здесь вот здесь вот и готово дело и у вас получается ровный ворот или калитка двухстворчатые ворота варится абсолютно также только здесь берется сплошная длинная какая-то поперечина и потом помимо вот этих мест еще до где петли прорезается вот здесь посередине вон те ворота сделано так же все просто надежно не нужно никаких сварочных столов там вымерять углы диагонали по месту готово все что я хотел рассказать принципе все дальше там уже нюансы здесь вот какие то нужно будет не упорчики приваривать под чеколду кусочки как бы но это все ерунда ты все сварил ну как все сварил чем здесь осталось но в плане калитки ты все сварил я прорежу кстати говоря покажу как это будет работать хорошо а вот я варить не могу то знаешь поставь на паузу потому что у меня газ закончился можно вас ангажировать баллон поменять сейчас я поменяю подожди секунду слушай интересно можно суп сварить сварочным аппарат как-нибудь кастрюлю подцепить пользуясь тем что у меня есть навес у меня есть у нас есть я сушу траву вот такая трава из косилки это клевер мелко порезанный получается не порубленный в труху а вот такой вот он очень удачный и она собирала его в ящике и перемешиваю с утра и вечерочком просто руками хочу его подсушить это кормовая добавка курам будет на зиму в тени сушу как любое ценное сырье и сушу так скажем прилагаю к этому определенные усилия только качественную траву такие все вещи вот выбрасываю такая травка получается видите травенькая курочкам зимой ты съела малину мы все свободно обедать не будем я еще не наелась а это чьи проблемы разве мамины ну ладно пойдем кушать а Смотри, у меня вот остались, видишь, элементы, они на прихватках, Ее даже не надо пилить, сейчас я их отобью, вот раз, два, все, я вот это вот сейчас подпилю, болгаркой другой уже, шлифану, и все будет это самое, чекпок. Все, вот прорезал я болгаркой большой, вот такой, с большим кругом, вот у нас калитка открывается, вот закрывается, вот эти вот места я сейчас подшлифую, маленькой болгаркой, ну, заподлицо сделаю, и все, и не знаю, вот она такая, конечно, здесь хлипкая, потому что все миллиметровое, Но я сюда буду железо прикручивать, я думаю, что еще железом зафиксируется, не знаю, есть смысл здесь вот укосинки приварить, если найду какой-то материал, кусочки ненужные, то еще вот здесь вот такие укосы дам, наверное, хорошо было бы, ну, посмотрю, если найду. Вот, так что вот, калитка закрывается сама, почему закрывается сама, потому что, видимо, стал бы еще и сюда немного наклонены, да, чуть-чуть есть. Ну и очень хорошо. Ну, прям вообще капелюшку, вот, посмотри на пузырек, видно, да? Ну, видно, да. Вот, поэтому калитка, она по-хорошему, если все сварено правильно, то в любом положении она должна стоять, никуда не закрываться, ну, понятно, да? Ну, закрывается еще лучше, может быть, даже и пружину не нужно будет натягивать. Почему я сделал дверь вовнутрь, значит, да, я сделал дверь вовнутрь, для того, чтобы, если вдруг я забыл ее, да, зафиксировать, Ну, юндики не вышли, не смогли ее вытолкать в ту сторону и выйти. То есть они, если ее будут толкать, она не откроется, им нужно будет тянуть, ну, а тянуть они вряд ли смогут. Здесь только у нас будет каким-то интеллектом, феноменальным обладать юндики. Вот, в общем, все. Вот так вот. Сейчас будем что-то тут думать, чем закрывать. Буду ковыряться в кучах своих и искать какие-то обрезки. Так, ну, все-таки приварил я укосы. Лишними не будут. Пусть, как говорится, для надежности. Вот, в общем, таким вот образом у нас выглядит калитка. Здесь я почистил, чтобы железо не мешало крепить вот эти швы с этой стороны. С той стороны все оставил. Вот, в общем, так она у нас будет открываться, закрываться. Все, петельки не зря я хранил все это время. У меня там еще есть для чего-нибудь. Так, ну, сейчас покажу я вам кучу материала, откуда мы будем находить что-то вот на этот торец. Так, вот тут у нас обрезки какие-то. Вот, нужно ее будет перелопатить, эту кучку. И, может быть, что-то мы даже найдем. Ну, не может быть, а что-то мы в любом случае найдем. Вопрос, будет ли это пригодно для использования. И вот на верх торца другой, с другой стороны, сейчас я покажу, у меня есть с крыши, вот с этой крыши, есть обрезки. Мы из этих обрезков тоже что-нибудь с вами придумаем. Вот они. Вот такие вот обрезки. Вот, из этого мы тоже что-то будем делать для закрытия вот того торца со стороны забора. Не видно, но вы поняли. И вот здесь вот местечко, видите, как освободилось. Можно качель еще подвинуть. Здесь как раз вот эти вот куски железа лежали вот такого. Все потихонечку куда-то уходит. Лежит, лежит. И рано или поздно пригождается. Все. Пока. Но пасаран.